Девушки отдыхают Подростка трудно убедить на словах, что полученные знания ему пригодятся в жизни, а вот показать это на практике вполне реально. Сегодня одной из главных ролей в жизни ребенка играют интернет и социальные сети. Не имеет свой канал на YouTube считается плохим тоном, а стать популярным блогером с миллионной аудиторией мечтает большинство подростков. Все чаще в спорах с родителями звучит аргумент «Зачем мне школа? Главное набрать подписчиков, и я смогу зарабатывать много денег, не выходя из дома». Самым легким решением в такой ситуации кажется отключить совсем или ограничить доступ в интернет, но вместо этого можно и нужно проявить смекалку. То есть родители что делают? Они подключаются к сфере интересов детей, не отрицают ее, не противопоставляют учебу этой сфере интересов. Они подключаются и грамотно, аккуратно, ненавязчиво объясняют, что для того, чтобы снять тот же самый интересный видеоролик, должна быть базовая подготовка, грамотность, базовая грамотность должна быть, знание, как правильно это делать, как завоевать интересы аудитории. Если этот ролик будет снят просто на эмоциях только на одних или несколько роликов, то долго эта популярность не продержится. Школа получается как бы некий вспомогательный инструмент для того, чтобы ребенок достиг тех целей, которые к школе не имеют отношения. Но вот на этой мотивации, здоровой, на этой такой живой мотивации можно как раз и школу подключать. Всем известны поговорки «делал время, потихий час» или «сделал дело, гуляя смело». Так почему же ребенок начинает готовиться к контрольной работе лишь накануне? Почему старается как можно дольше оттянуть момент, когда нужно сдавать доклад? Откладывать учебу на потом подростков заставляет страх, что не останется времени на свои дела и увлечения. Есть очень хороший такой подход, но он нестандартный и многими не воспринимается, и как-то даже люди пугаются. А подход такой, сначала запланировать время на приятные какие-то дела, на развлечения, на удовольствие, а потом вокруг этого запланировать важные, нужные дела. Можно сесть с ребенком и обговорить с ним, чего тебе хочется, чем давно не занимался, о чем мечтаешь и так далее. Про тот же отдых, про какие-то контакты с друзьями, про поездки, про просто развлечения какие-то. И просто дать им добро, сказать, что это все будет. Только нужно спланировать. Когда? Давай спланируем. Мы прямо их впишем, красным фломастером впишем, вот они есть, все, это уже точно, четко будет. И ребенок, зная, что это точно будет, ну и, соответственно, соблюдать, конечно, да, если уж мы договорились, да, ему легче будет потом делать то, что необходимо. Наряду с поощрением наказание тоже может быть хорошей мотивацией, но нужно помнить, что оно пойдет на пользу только в том случае, когда будет закономерным, а не случайным. Родители должны давать ребенку временное исправление ошибок и объяснять, что в противном случае будут приняты определенные меры. Важно, чтобы ребенок осознавал все серьезные ситуации и понимал, что от него хотят и что за этим последует. Ошибка родителей в том, что они санкции включают без предупреждения санкции, то есть родители терпели, 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 потом они уже психанули, грубо говоря, да, и все, и наказание. Ребенок сидит не понимает, в чем дело, да, и, конечно, страдает, да, потому что это стресс, это травма, вот. И практика показывает, что еще на этапе назначения этих санкций ребенок, ну все-таки, если он знает, что точно мама там или папа это сделает, да, о чем говорили, скорее всего не будет доводить. Подростковый период не вечен. К 15-16 годам дети взрослеют и понимают, что без образования в этой жизни не добьешься успеха. Они снова берутся за учебники и начинают радовать родителей своими оценками и достижениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова